Устоявшаяся теплая погода стала веским поводом для людей, чтобы отправиться поближе к водоемам, пляжам, на дачу, либо в зону отдыха. Но зачастую места массового отдыха граждан становятся опасными из-за нетрезвого отдыха, а потому инспекторы ГАИ приблизили к ним свои маршруты патрулирования. Все внимание инспекторов было направлено на парковку вблизи пляжа, где дорожные стражи порядка пристально следили за тем, кто за рулем и со стаканом. Не допустить пьянства за рулем – основная цель профилактического мероприятия, потому как статистика данного правонарушения оставляет желать лучшего. С начала текущего года по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного пенения, произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 9 человек погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе в ходе несения службы по надзору за дорожным движением выявляют и привлекают к административной ответственности водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. С начала текущего года таких водителей на территории области выявлено более тысячи. Как гласит известная пословица «пьяному и море по коленам», добавим, а не только берега реки и муховец. А потому объяснить еще раз, усовестить новоприбывших водителей, не дать стать правонарушителем задачи инспекторов, задачи не из легких. К слову, без внимания не остались и отдыхающие, нет алкоголю. Под этим девизом патрулировали сотрудники ГАИ, да и сами брещане старались держать руку на пульсе. Алкоголь и руль – это вообще несовместимое. Ты даже не сам, но кого-то можешь покалечить, а на природе пить, в воду лезть потом как. Еще если вот такие с тобой приехали, вдруг ты задремал, а нож куда хочешь залезть. Приехали с семьей, машина на стоянке стоит, просто ребенок очень попросился. Мы буквально 20-30 минут, естественно, автомобиль на парковке, тут пройти-то, ну не знаю, 10 метров. Опять же, обсохнуть, согреться после водоема, не вижу смысла. А алкоголь, по-моему, в такую жару, как по мне. И вообще за рулем, потому что такие бывают случаи, что и детки попадают под автомобили, те, которые водят пьяными, поэтому страшно. У меня есть друг, который разбился за рулем, ну вот, и до этого, как бы, да, я немножко относился к вождению автомобиля по-другому. Мог нарушить, мог превысить, как бы, вот после того, как его не стало, я стараюсь по правилам, как бы, и не превышать. Ну, то есть, стал чего-то бояться. Но, к сожалению, бояться не все, а на дорогах наибольшую опасность представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Поэтому каждый должен понимать, что в состоянии алкогольного опьянения так легко потерять связь с реальностью, а это, в свою очередь, может понести за собой непоправимые последствия. Что касается мер административного взыскания, то за управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, а также лишение права управления сроком на 3 года. За повторное попадание в поле зрения сотрудника ГАИ в нетрезвом состоянии водителю грозит уже уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства.